17 ноября 1941 года, во время второго генерального наступления вермахта на Москву, немецкие части, прорвав очередной раз советскую оборону, подошли к станции Матрёнино, Балакаламского района. В этом месте держал оборону всего один батальон 1073-го Толгарского стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии. Это был последний резерв генерала Панфилова. Предугадав направление немецкого прорыва, он заранее приказал батальону занять данный рубеж, что дало время солдатам окопаться и более основательно подготовить оборону в этом месте. Но так как удерживать приходилось огромное пространство, то сплошной линии обороны не было. Батальон был поделен на отдельные роты, которые в отрыве от остальных частей держали опорные пункты. В этот день немцы направили свои удары на саму станцию Матрёнино и высоту 131,5, которая контролировала проселочные дороги и мост через реку. Чтобы прорвать советскую оборону, фашисты избрали простую тактику. Подтянув минометы, они продолжительно обстреливали из них советские окопы, а потом шли в атаку. Красноармейцы отвечали огнем, скашивая часть нападающих, а немцы, отступив и определив огневые точки, снова начинали утюжить окопы из минометов. Силы защитников таяли, и уже скоро на высоте 131,5 все красноармейцы были перебиты. А на станции Матрёнино советские части дрогнули и панически побежали. Рядовые бежали, обгоняя своих командиров. Немцы малой кровью заняли этот важный стратегический пункт, открывающий им доступ к железной дороге. Батальоном, который держал оборону на этом рубеже, командовал 31-летний казах, старший лейтенант Буэрджан Мамайшулы. Это был строгий и требовательный военачальник. В 1933 году он окончил артиллерийское военное училище и служил на Дальнем Востоке под командованием маршала Блюхера. Позже он воевал с Квантунской армией, командиром артиллерийской батареи, и в 1939 году участвовал в походах на Карпаты. Перед войной он работал в Казахстане старшим инструктором КАЗ военкомата. В июле 1941 года в Алма-Ате генерал-майор Панфилов, который был военным комиссаром Киргизской ССР, начал формирование 316-й стрелковой дивизии. Она создавалась сверхплана и была вроде ополченской. Буэрджан Мамышулы был назначен командиром батальона 1073-го стрелкового полка. В его распоряжение поступили люди, которые никогда не были до этого военными. Вчерашние музыканты, бухгалтеры и альпинисты, они не знали, что такое дисциплина. Буквально за месяц Буэрджану пришлось делать из них солдат Красной Армии, и он достойно справился с этой задачей. Развивая дисциплину и стойкость своих подчиненных, он следовал завету Александра Суворова – тяжело в учении, легко в бою. Своих людей в подготовке к войне он не щадил и старался сделать все, чтобы они уже сейчас испытали все тяготы военной службы. Его будущие солдаты постоянно проводили учения, устраивали стрельбище в горах, куда восходили со всем обмундированием и обозами, ходили маршем под июльским солнцем, по бездорожью и оврагам, на огромные расстояния. Буэрджан Мамышулы запрещал готовить еду на походных кухнях, и солдатам давали продукты сырыми. Они готовили их сами на кострах. Однажды, едя маршем через табачное поле, новобранцы от испарений табака начали терять сознание. Когда всех упавших вытащили на дорогу, то оказалось, что весь батальон отравлен. Солдаты не могли подняться, их тошнило. Но вместо того, чтобы дать им оклематься, Мамышулы заставил всех идти строевым шагом до тех пор, пока отравление не прошло, и роты не начали идти как на параде, четко отбивая шаг. Многие офицеры панфиловской дивизии осуждали такое строгое отношение Мамышулы к своим подчиненным, но уже практически первый бой показал, кто в данной ситуации был прав. 15 октября 1941 года панфиловская дивизия, прикрывая город Волоколамск, была атакована 35-й и 106-й пехотными дивизиями вермахта, а основной удар вдоль шоссе наносила 2-я танковая дивизия. Во время ожесточенных боев левый фланг советских войск был обойден, и немецкие войска взяли Асташева. После неудачных попыток взять Волоколамск с юга, противник сконцентрировал свои усилия на правом фланге дивизии. 23 октября, когда нацисты после семичасовой артподготовки пошли в атаку, то удержаться на позициях удалось только батальону Мамышулы. Его подчиненные оказались самыми стойкими и обученными солдатами в полку. В этом бою четко сработали все. Командирам и наблюдателям удалось определить место сосредоточения нацистских войск, которые готовились к прорыву. Артиллеристы смогли накрыть осколочными снарядами немецкие штурмовые группы, что задержало и ослабило атаку противника. Потом бойцы до вечера сдерживали наступающих врагов. И даже когда фашисты прорвали оборону на соседних участках и зашли батальону в тыл, то в бой бросились повара-связисты и санитары, которым удалось отбить эту атаку. А к ночи батальон остался один в окружении и без связи со штабом. Другие командиры берегли своих солдат в учениях и не сберегли их в бою. В соседнем батальоне стойко отбивали атаки врага только две роты, а остальные бойцы разбежались. Ночью к позициям батальона Мамы Шулы стали выходить дезертиры, которых накопилось 87 человек. Бурджан не пускал этих людей в пределы своего батальона, чтобы те не разложили стойкий дух его солдат. Такое уже было в самом начале, как только батальон занял данный рубеж обороны. Перед наступающим врагом бежали советские дезертиры, которые своим видом сильно деморализовали солдат в батальоне. Один командир взвода даже произвел самострел. Мамы Шулы не стал возиться долго с предателем и отдавать его по трибунал, а расстрелял перед строем. Сейчас, находясь в окружении, боевой дух был очень важен для того, чтобы батальон выжил в предстоящих боях. Поэтому Мамы Шулы попытался прогнать дезертиров, но они не уходили, им некуда было идти. Тогда старший лейтенант решил очистить их позор боем. Он лично повел их в ночную атаку. Бойцы были разделены на группы по 10 человек. Они со всех сторон ворвались в село Навлянское, которое было занято немцами, и перебили там всех нацистов. Потом гранатами уничтожили машины и на обратном пути сожгли понтонный мост через реку. Только после этого дезертиры перестали быть таковыми и завоевали себе право влиться в ряды батальона. Под утро, когда Мамы Шулы получил приказ из штаба, батальон начал отступление. Ему удалось прихватить помимо своих пушек еще и шесть пушек соседнего батальона. В ночных дезертирах оказались артиллеристы, которые, отступая, успели спрятать свои орудия и 400 снарядов в лесу. Мамы Шулы не собирался сразу идти к Волоколамску. В лесу около скрещения дорог он велел батальону занять круговую оборону. По мощенной дороге одна за другой шли немецкие колонны. Танки, грузовики, мотоциклы, тягачи, пехота, боепитание, артиллерия непрерывно тянулись в сторону Москвы. А с проселочной дороги на шоссе также вливались транспорты в общий поток. У скрещения дорог нарастала пробка. Немецкая дорожная служба регулировала движение, придерживая то одну, то другую колонну. Поставив все свои 14 пушек напрямую на водку, Мамы Шулы приказал расстрелять технику у перекрестка. Уже через несколько залпов орудий на дорогах образовался большой затор горящей техники. Боурджан Мамы Шулы не собирался прятаться и гордо говорил нацистам, что мы еще здесь и готовы сражаться. Советский батальон встал как кость в горле для нацистских захватчиков. Артиллеристы в лесу постоянно меняли позиции, расстреливая скопления немецких войск. Фашисты несколько раз шли в атаку, но окопавшийся батальон огрызался плотным огнем, и все атаки врага захлебывались. Не удалось также у немцев и бомбежкам местности. Самолеты, скидывая бомбы в лесу, не видели целей и ранили всего шесть человек. Все солдаты, как кроты, зарылись головой под землю, и даже медицинская служба была не в палатке, а в землянке, укрытые толстым слоем бревен. Расстреляв к ночи почти весь свой боекомплект, батальон стал пробиваться к своим войскам. Когда Панфилов на улицах Волоколамска увидел батальон практически целым, вышедший из окружения, он был просто в восторге. Он пожал руку Мамы Шулы, как это принято у казахов, обеими руками, и потом долго и подробно расспрашивал старшего лейтенанта о приключениях его батальона. Иван Васильевич Панфилов, как опытный командир, постоянно изучал все мельчайшие детали боев и учил этому своих командиров. Используя накопленный опыт, он отошел от тактики сплошной обороны и перешел к обороне опорных пунктов, контролирующих дороги. Также он разработал тактику ведения спиральных боевых действий. Отряды наносили удар по движущейся вражеской колонне, заставляя ее разворачиваться в боевой порядок. А после того, как немцы организовывали сопротивление, советские части отступали, увлекая фашистов за собой. После того, как враг растягивался, красноармейцы резко меняли направление и вновь возвращались для удара по основным силам врага. Панфилов был теоретиком данной методики, а вот на практике ее виртуозно использовал именно бауржан Мамы Шулы, который сам внес много нового в эту тактику. Например, бегущих панический солдат. Как правило, немцы ловились на такую наживку и бросались в погоню. Но советские отряды растворялись в лесу, а фашистов встречала следующая организованная засада. Когда же немцы начинали отступать, то сзади их встречали те советские отряды, которые до этого бежали. Такие беспокоящие удары позволяли советским частям при малых потерях наносить несоизмеримый ущерб немцам и заставляли их ввязываться в малозначимые бои. Благодаря этому нацисты теряли драгоценное время, вместо того, чтобы спокойно двигаться к Москве. Но вот Волоколамск сдан, и снова немцы прорвали фронт, и снова на их пути встал гордый казах со своими стойкими солдатами. Мамы Шулы дали приказ удерживать станцию Матрёнина, высоту 131,5 и село Горюне целых три дня, пока советские части не закрепятся на новых рубежах. Но видя, что стоя насмерть батальону не удержаться, Мамы Шулы приказал своим солдатам панически бежать со станции. Начальство, узнав о сдаче важного объекта, даже успело отстранить Мамы Шулы от командования батальоном. Но это были не трусость и не предательство. Это были выверенные прошлыми боями и работой с Панфиловым действия. Когда немецкий батальон занял станцию Матрёнина и прилегающий к ней посёлок, то первым делом вооружённые люди в зеленоватых шинелях стали охотиться за курами и поросятами. Многие искали девок по дворам, а кто-то сразу залёг спать в тёплых кроватях. Словно хищная птица, добравшаяся до своей жертвы, которая теряет чутьё, когда её ноздри окрашиваются кровью, так и немцы были опьянены победой и потеряли бдительность. В этот момент те же самые красноармейцы, что в панике бежали отсюда час назад, группами по 40 человек с трёх сторон ворвались на станцию. Немцы от неожиданности ошалели. Громовой удар советской роты отнял у них разум. Началась паника. Красноармейцы перебили большую часть немецкого батальона, не потеряв при этом ни одного своего солдата. Также им удалось пленить немецкого майора. В виде трофеев советским бойцам достались пулемёты с патронами, мотоциклы, миномёты с боезапасом мин, повозки с лошадьми, продовольствия, а также множество плиток шоколада и много бутылок французского вина. На высоте же 131,5 красноармейцы по инициативе командира роты Заева притворились мёртвыми. Немцы, обойдя этот бугор, вышли на дорогу, а к мосту через реку подползли 8 танков. Чтобы проверить, не заминирован ли мост, из первых трёх танков вылезли танкисты. Пехота по льду перебежала за мёрзшую речёнку и с автоматами на изготовку стала взбираться на высоту. Как только немцы подошли вплотную к окопам, вдруг раздалась команда вперёд. И мертвецы поднялись и ринулись со склона, сметая всё на своём пути. Вся немецкая пехота и 9 танкистов на мосту были перебиты. Другие танки открыли по льбу, но, оставшись без прикрытия, отступили. В этой атаке красноармейцы уложили более сотни врагов и захватили три опустевших танка, 75-мм орудия с тягачом и со снарядами и легковую машину с походной радиоаппаратурой. В танках, помимо снаряда, бойцы обнаружили жареных кур, женское бельё, туфли, шерстяные отрезы и всякую всячину. Боэржан Мамышулы в битве за Москву участвовал в 27 боях. Много раз он оставался со своими частями в окружении, но всегда выводил их боеспособными к своим войскам. Он прославился как талантливый военачальник, и уже через месяц его сделали командиром полка. В 1942 году Боэржану Мамышулы приказали захватить деревню Трошково, в которой находились части дивизии СС «Мёртвая голова». Но придя на место, оказалось, что деревень не одна, а целых шесть, и все они заняты немцами. Советские военные карты не соответствовали действительному расположению дел. Выполнить приказ было невозможно, так как захватив одну деревню, советские части подверглись бы атакам из других населённых пунктов. К тому же в наличии у Мамышулы было всего полтора батальона, и не было артиллерии, которая застряла где-то по дороге. Тогда он решил атаковать сразу все шесть населённых пунктов. В 4 часа утра, когда сон самый крепкий, красноармейцы малыми отрядами ворвались в деревни и перебили там всех эсэсовцев. Мамышулы приказал своим людям окопаться и спать прямо в окопах, ожидая атаки врага. Держаться предстояло до прихода основных частей. Немцы несколько раз контратаковали населённые пункты, но были отбиты. Для последней, шестой по счёту атаки они собрали большие силы и ворвались в деревню Бородино, но тут успел подойти ещё один отставший советский батальон, который также сходу вступил в бой. В деревне завязалось кровопролитное рукопашное сражение, в котором более стойкие духом солдаты Мамышулы одержали победу. В этих боях дивизия «Мёртвая голова» потеряла около 1200 человек убитыми, а полк Мамышулы потерял всего 156 человек. В 1944 году Бойруджан Мамышулы окончил курсы усовершенствования офицерского состава при военной академии генерального штаба. Ему было присвоено звание гвардии полковника и его назначили командиром 9-й гвардейской стрелковой дивизии. В феврале 1945 года в Латвии эта дивизия прорвала три полосы, сильно укрепленные обороны противника. В результате наступления было освобождено 15 населенных пунктов и нанесен значительный урон врагу в живой силе и боевой технике. После войны Бауржан Мамышулы работал старшим преподавателем военной академии тыла и снабжения советской армии и читал лекции на темы «Выход из окружения без потерь» и «Введение ночных боев в преступлении». Также он стал членом Союза писателей СССР. Книгами Бауржана Мамышулы в то время зачитывались все, и даже кубинский лидер Фидель Кастро был вдохновлен военными тактиками, описанными в этих книгах. Во время визита в Советский Союз он встретился с казахской легендой, и они долго беседовали. А в 1963 году уже Мамышулы с ответным визитом посетил Кубу. В 1942 году Бауржана Мамышулы представили к званию Героя Советского Союза, но получил он эту награду только в 1990 году, уже после своей смерти. Скорее всего, виной тому был суровый нрав Мамышулы и врожденная любовь к правде, которая не нравилась начальникам. Он не прощал ошибок никому, не только своим подчиненным, но и вышестоящим командирам. Однажды, будучи еще старшим лейтенантом, он послал к черту полковника химических войск, который приехал в его батальон с проверкой. Солдаты после боев в окружении только что обессиленные вышли к своим войскам, они не ели и не спали четверо суток, и поэтому уже не могли стоять на ногах. Заняв оборонительный рубеж, вместо ратья окопов они поголовно все уснули. В этот момент приехал проверяющий, и увидев, что все спят, ворвался в штаб и накинулся с угрозами на Мамышулы. Буэрджан ему ответил «Что-то от вас, полковник химических войск, слишком сильно воняет», и приказал выгнать полковника с его свиты из-за расположения батальона. Прямолинейность и искренность Мамышулы казались чем-то из ряда вон выходящим. Таких людей любит народ, но не любит правительство. Наверное, поэтому ему и задержали почти на 50 лет заслуженную им награду. Сейчас Буэрджан Мамышулы – народный герой Казахстана. В его честь названы улицы и школы, и даже есть село в Жамбылской области имени Буэрджана Мамышулы, в котором также открыт музей этому герою, и где хранятся некоторые его личные вещи. Но и на всем постсоветском пространстве простые люди чтут и любят этого гордого казаха, который защищал нашу общую родину в самые тяжелые для нее минуты. В детстве Буэрджан Мамышулы имел прозвище Шантимес, что в переводе с казахского означает «пыль не тронет». А солдаты, с которыми он прошел огонь и воду, которых он выводил из окружения и которых научил побеждать самого страшного врага, звали его Аксакал, а чаще всего просто Батя. Субтитры создавал DimaTorzok